Всем привет, это Базаров и последняя, шестая часть из серии роликов, во что я играл на Сеге. В этой рубрике я с лёгкостью и юмором рассказывал вам о тех играх с Мега Драйва, которые были у меня в детстве. Вполне логично, что когда-то они должны были кончиться, и произойдёт данный факт в этом выпуске. Но зато на этот раз мы с вами вспомним не 5, аж 7 игр. Так что поехали! Be Mini Run. По большей части это шутер от третьего лица, где вам в одних плавках и на моторной лодке предстоит спасать мир от каких-то злых дядек. При этом злые дядьки будут лупить по вам скатеров, вертолётов, вышек и, возможно, с чего-нибудь ещё. Лично меня стабильно оставляли без лодки уже на втором уровне, поэтому заценить всех красот игры я не смог. Сама игра, учитывая свой год выхода, выглядит довольно красочно. Вопросы вызывает только приближение к берегу. Не совсем предсказуемо, в какой момент ты в него врежешься, и где находится вышка, которую нужно уничтожить. В целом, Be Mini Run весьма своеобразная игра, похожих аналогов которой на Sega я даже не могу вспомнить. Golden Axe. Неплохой битэмап в атмосфере средневекового фэнтези. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удаляй предмет. Всё нормально. Удаляй предмет. Чего? Всё. Выбираете одного или двух из трёх представленных героев, а затем идёте выяснять с NPC, чей меч длиннее, а булава тяжелее. А местные неписи вовсе не промах. Иногда они могут прибыть на стрелку на своём личном транспорте, которым при случае могут не только лягнуть, но и пыхнуть огненным. Но не стоит робеть от такой наглости, ведь если вежливо попросить, то на столь диковинной штуки обязательно дадут покататься и вам. В общем, всем будет интересно. Но ещё интересней будет недругам, когда они узнают, что для них у вас припасён ещё и суперудар. Помимо стандартной кампании, в золотой секире также присутствует режим дуэли, в котором, словно как в каком-нибудь файтинге, вам предстоит сражаться с заявленными противниками по очереди, пока ваша шкала здоровья не угаснет полностью. Лично мне бы хотелось выделить визуальную составляющую игры. Как по мне, она выглядит очень стильно и атмосферно. А вот что не кажется стильным, так это звук поглощения ударов и падения УГГ. Миша, ты что, пукнул? Также весьма комичным выглядит смерть скелета, который, будучи не имея мягких тканей и связок, умудряется после нокаута издать предсмертную агонию. В общем, игра прикольная, особенно если играть в кооперативе с корешем. Revenge of Shinobi, ниндзя-платформер про любителя покидать шурикены. Игра от внутренней студии Sega. Причем, скорее всего, от тех же разработчиков, которые в дальнейшем приложат руку к созданию Streets of Rage. Потому как некоторые элементы, а в частности интерфейс и некоторые звуковые эффекты весьма похожи. К тому же музыку к игре писал легендарный Юцзо Косиро, чье имя нам гордо демонстрируют на главном экране. В будущем этот композитор отметится саундтреком к тому же Streets of Rage. Сама же игра мало чем не запомнилась. А все потому, что она платформер, который я в кавычках очень люблю. Но это не мешает мне ее оценить как весьма среднюю. С первого же уровня Revenge of Shinobi ощущается словно какой-то ранней игрой. Каковой она и является. Игровое окружение весьма скудное и сырое. По крайней мере, у меня такие впечатления. А дать игре второй и последующие шансы не дает ее зверская сложность. 688 Attack Sub. Симулятор подводной лодки, эксплуатирующий тему холодной войны. Это будет наверное удивительно для многих, но в этой игре я провел даже больше времени, чем в Revenge of Shinobi. Хотя не сказать, что я вообще что-то понял в этой игре. В 688 Attack Sub вам сначала нужно выбрать миссию для одной из двух представленных лодок. Американской и советской. Далее вы переходите в так называемый интерфейс подводной лодки. И уже на нем можно запросто не понять игру и выкинуть картридж с нею нахрен. Начать управлять подводной лодкой вы не можете, пока не прочтете задание, которое, вне зависимости от выбранной субмарины, будет на английском. И это было главной проблемой детства, ведь понять вы ничего не можете, а это очень важно. Но все же, благодаря желанию разработчика внести аутентичности, был переведен на русский и даже озвучен интерфейс советской подводной лодки. Приводили корабль на глубину перископа. Это уже давало возможность хотя бы поуправлять субмариной, но только после того, как вы изучите местный интерфейс, усложненный кучей экранов для более детального управления лодкой. Симулятор, как никак. Не берусь утверждать, что мне вообще удавалось выполнить хотя бы одну миссию. Для меня уже было достижением куда-то доплыть, не разбившись Арифы, и затопить какой-нибудь корабль торпедой. И даже не обязательно, чтобы этот корабль был вражеским. Главное, чтобы просто было весело. В общем, игра весьма интересного жанра, и особенно для Сеги. Чем она и привлекает. Симпсоны. Барт против космических мутантов. Это та игра, в которой вы напариваетесь на лютую сложность уже на первом уровне. Забрасываете ее, и хотите в нее вернуться примерно никогда. По жанру, это платформер с набором специфических задач и логических загадок. Например, на первом уровне вам необходимо закрашивать, прятать и всячески избавляться от предметов фиолетового цвета. Что-то будет даваться просто, а для чего-то нужна смекалка и покупаемые в местных магазинах предметы. Все это звучит очень круто, только вот часть с управлением главным героем сильно всрата. Да и английская версия игры при отсутствии знания языка доставляла хлопот. И в детстве не сразу было понятно, что от тебя вообще требует игра. Не знаю, каким надо быть фанатом Симпсонов, чтобы набраться терпения и пройти данную игру. Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs. Первая игра в серии от Electronic Arts, в дальнейшем сменившая название на NBA Live. Также это первая баскетбольная видеоигра, которую я увидел в своей жизни. Это достаточно яркий, веселый и понятный в управлении баскет. Здесь присутствуют реальные американские клубы, а возможно даже и игроки. В этом я не разбирался. Не помню уже точные правила баскетбола, но игра довольно строго их воспроизводит. Есть судья, различные нарушения, штрафные броски и прочее. То есть здесь нет такой халтуры, как в футбольной Тайкмо World Cup. В общем, для своего времени это довольно классный баскетбольный симулятор. PageMaster. Платформер по мотивам фильма «Повелитель страниц» с Макалеем Калкиным. Не знаю каким образом, но в детстве, встретив картридж с этой игрой на рынке, я почему-то решил, что это игра про Гарри Поттера. Ну или я может просто хотел верить в это. Ну а что, подумаешь, Гарри Поттер потерял волшебную палочку. Да, прокинул себе на голову банку со светлой краской. Что тут такого? Что касаемо самой игры, она весьма красива. Главный герой выглядит очень живо. Чувствуется, что это игра 94-го года. Ну или минимум 93-го. Время выхода самых красивых и крутейших игр на Sega. Но назвать крутой PageMaster я вряд ли могу. Уж больно мало я в ней прошел. Как всегда ставит палки в колеса живодерская сложность. Иржан, блядь, заебал. Ты че ебанулся, спишь? Но возможно просмотр фильма, по которому сделана эта игра, может подстегнуть и дать больше терпения. Кто знает. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Особый респект тем, кто посмотрел все части серии роликов, во что я играл на Sega. Эта рубрика выходила около полугода. И теперь она подошла к концу. Но ролики по играм Sega Mega Drive еще обязательно будут появляться на канале. Но уже в другом формате. Это был Базаров. Всем пока и удачи.